Смотрите, сколько бакланов летит. Стрывем без капитана. Нас сейчас возьмут на буксир, потому что наш катер сломался. Добрый день, друзья. Это Севастополь. Сейчас я нахожусь в номере, который располагается в доме-интернате номер 1 города Севастополь. Это интернат для коррекционной. Вот здесь вот мы поселились, на это наше пристанище. Вот такой вид из окна. Там плац виден. Ну и вот, собственно, вот такой серый сегодня день. И сегодня мы поедем на экскурсию. Ездим мы вот на этом автобусе. Ну, а тут атаман стоит и наш экскурс. С Великой Отечественной войной в городе уже проживало 112-120 тысяч человек. Увы, но война Севастополь не пощадила не только здания. Да проезжали, я не обратил на это внимание. Но сейчас мы с вами посмотрим. Большинство зданий центра города построены из белого камня. Вот вправо обычные хрущевки, а влево вы сейчас увидите здание института нашего Севастополя. Улица еще в 1898 году уже пошел первый трамвай. А это означает, что в городе уже есть электричество. Ночью улицы освещались уже электричеством. Для сравнения, в Москве, Петербурге трамвай появился в 1910-12 году. То есть почти на 15 лет. Ну вот, с автобуса вышли. Это наша первая остановка, памятник Нахимову. Там боевой пост номер один и идет как раз смена почетного караула. Памятник, конечно, грандиозный. Тут восстал и еще и победил. Ну, где такой вообще исторический вид? Конечно же, шутка. Как совершил эту победу, спорят историки до сих пор? Ну, это же нереально вообще. 16-18, все 16. Один, правда, сбежал. Один сбежал еще в начале боя. Его игры могло включать. И... Город его просто обожали. Казахстан всегда все здоровы. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. И вот, удивительно, но привезда некоторые вопроса застой же наглели, что могли попросить денег у операнта. А он не мог отказать. Не было принято отображать советское. Что же произошло? Дальше. В 1900-е... Памятник, конечно, сделан очень искусно. Спасибо. Ну, а экскурсия продолжается. Владислав продолжает рассказывать историю Севастополя. А теперь мы идем на Графскую пристань. Тут, оказывается, прячется женщина. И так же, как в Анапе, тут много интересных кошек. Сейчас мы входим. Сейчас посмотрим, куда. Военный городок. Владислав говорит, что это спортивный комплекс. Ну, тут теннисный корт, баскетбольная площадка. И мы вышли. Смотрите, стоит памятник, а поставлен при Украине в 98-м году, да? А везде написано Россия. И выглядит в виде пограничного столба. Вы говорили, что это памятник. Такого танца. Единственное, но он на территории российской военной части, поэтому здесь устан. Памятник установлен при Ельцине. Севастопольская бухта. Ну, это места, где зрители сидят, когда проходят различные морские мероприятия. И вот самый знаменитый памятник в Севастополе. Так, а этот кто-то решил искупаться. Сначала целых пять батарей. Там, где мы стоим, была огромная Николаевская баскетбольная. А вон Михайловская. А сейчас, ну, была вы за шею. Что же вы там увидите? Знаете, что вы там увидите? Так, ребята, встали. Фотографируем. Сейчас будет фотографирование. Надо сделать... Ну, вот я и в Севастополе. Уже второй раз. А на этом месте я первый раз. И, конечно, поражаюсь. Погода, конечно, не очень хорошая. Но хмурая погода тоже, она интересна. Мужчина, он купается, ходит. И, конечно, по-настоящему. Хмурая погода. Красивые виды, красивые звуки. Плеск волн и такие покрикивания ленивые чаек. Так, ну все, мы пошли дальше, входим с этого прекрасного места. Сюда надо приезжать отдельно и наслаждаться. Летняя эстрада, догоняю. Плеск волн. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Памятник символизирует, что советскими войсками были отражены три удара, два были отражены, один нет. А там вот на пешеходном переходе, авария, наши казачата переходили дорогу и вот несоблюдение дистанции... Такой печальный исход. Экскурсия продолжается. Ну а здесь вот люди работают. Сейчас мы идем по улице Ленина. Это храм Архистратига Михаила. И следующая наша остановка это Екатерининский сквер, памятник Екатерине Второй. В 2007 году, круглая начинка, в некоторое время, месяц там, два после установки памятника, Украинский суд, Киевский Печорский суд, остановил Екатерину снести. А напротив памятника Екатерине Второй музей Черноморского флота. Вот он, в таком красивейшем здании расположен. Мы здесь были в 2015 году. Я делал здесь фоторепортаж и, по-моему, видео даже снимал. Ну, сейчас поищу и ссылку вам дам. И мы возвращаемся на пристань. Сейчас сядем на катера и совершим прогулку по Севастопольской бухте. Сейчас. Сейчас уже будем садиться. Вряд нельзя больше, иначе вы перевернем. Так, вот. Один катер уже пошел. Пускай фотографирует этот. А мы будем вот на этом. И еще четвертый будет. Очень хорошо. Проверено. Отключены двигатели. За окном вода. Видите колонна до Графской пристани? Она была установлена по ницей теле Лазарева. На эти колонны царь не соглашался. Но однажды нетрезвый извозчик свалился в эту бухту. И Лазарев писал прошение на величайшее имя. И колоннада была установлена. На этой пристани Графской встречали царя Александра Тетева. Под зеленой крышей справа на улице Ленина музей Черноморского флота. Там же церковь Михаила Стритатига, где отпевали наших адмиралов. Еще пицц первой обороны. Справа это причало минной стенки. Здесь когда-то была минная башня. Минные склады, минное адмиралтейство. Отсюда название причала. А вот серый корабль впереди. Константин Ольшанский. И Украина у нас даже заживели. Уже в Стрелевецкой бухте. Белый корабль, который мы видим справа впереди с крестом. Это плавучий госпиталь Енисей. На его борту 2 операционных, 100 стационарных палат, 200 профилактических. Был Енисей в самых горячих точках. В Порт-Поте Енисей был в 92-м году. Во время грузино-абхазского конфликта. Он вывез раненых 7 тысяч человек. За это правительство Абхазии корабль Енисей наградило орденом мужества. На Енисея лечатся моряки-черноморцы. За 35 лет службы он побывал в трех океанах. Круглые билы, швартовые бочки. Они на глубинах свая. Он может проложить габель, допустим, даже через все Черное море. Берегитлил-158. Большой корабль-габль. Под командованием лица адмирала Федота Клокачева. Эти корабли базировались недалеко от города Севастополь. Это греческое название Севастополь. Это святой город. Это город достойно поклонения. И как Екатерина Великая нарекла наш город, он таким и стал. Севастополь. Это единственный в мире город. Второго нет такого. Он занесел 100 гениальных битв. Дважды изменивший ход истории. Уникальный комплекс зданий. Там есть памятник Лазареву. Строение это оставил Лазарев. Много строений. Это первый наш строитель, адмирал. Он строил... По его приказу, Графская пристань была построена. Батареи и церковь. Один из последних памятников в нашем городе на улице Ленина. Слева проекту Чижа. Екатерине Великой. Но при Украине он строился. И не был занесен тогда в книгу. Хотя город обязан Екатерине Великой. Своя вторая линия затопления кораблей. Смотрите, сколько бакланов летит. Каждая такая птица съедает по 5 килограмм рыбы в день. Наверное, появилась рыба, что они прилетели в бухту. Выход от это море справа. Если мы пойдем направо, ворота выйдем, будем в Епатории. Налево в Ялте. А прямо пойдем, завтра будем в Стамбуле. Но топлива до Стамбула не хватит. Леса есть у нас. Это эстонского скульптора. Он был воздвинут в 1905 году, когда Царская империя празднует 50 лет Первой обороны. А вот вышка на сваях, друзья, справа. Она построена к приезду Брежнева. Всего за две недели на собранные деньги, но он так и не приехал. Что не сделает для хорошего человека? Здесь эта вышка, командующий наш, встречает парад военных кораблей. Это последнее воскресенье июля. Здесь. Ну, как бы побольше. Ну, есть скидка по-разному. Спасибо. Рыба не видит. Рыба есть? Не вижу. Вода чистая. Чистая. Вон, краб сидит. Краб есть, да? Травее от камня. И нас ждет еще какое-то восхождение по лестнице, куда идем. И эта дорога ведет нас к храму. Штаб Черноморского флота. Сказали, нельзя фотографировать. А там, вон справа Ленин сидит. Ой, вернее, Ленин стоит, а рядом сидят. Здесь. Настоящая мостовая. И лич. С птичкой на голове. Тут, наверное, комиссар сидит. Весь перевязанный лентами. Еще какое-то здание с гербом. Ну, а вот и этот храм. И дерево тоже очень впечатляет. Что это? Туя. Входим в храм. Нет, наверное, естественный. Да? Ничего себе. Очень мощный гул идет. Музыка. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Гул до сих пор Вот только сейчас закончился гул Теперь мы спускаемся Банки красиво смотрятся сверху Очень хорошая остановка Которая не перекрывает Виды улицы Это оказывается Атласский кедр Сейчас нам Владислав прояснил И там возле храма Тоже был Атласский кедр А вообще это Площадь Лазарева И там в нише Стоит памятник Лазареву Поэтому и храм называется Кенасса Сейчас там школа бокса Не используется как религиозное учреждение Слева памятник Николаю Герасимовичу Кузнецову Все Мы приехали на обед И после обеда у нас еще будет поездка В Балаклаву Так что не выключайте свои компьютеры Вот прошел обед Нас покормили Настроение поднялось Был борщ Котлетка с макаронами Морс Вкусный Я думаю Может быть даже С черной смородиной Ну и все Сейчас поедем дальше Ну вот мы и в Балаклаве Интересный рассказ Выслушали Нашего экскурсовода И вот так вот здесь Все выглядит Здесь в бухте морская вода Но моря тут не видно Ждем начала экскурсии В подземном заводе Не знаю там можно будет снимать или нет Ну а сейчас вот Здесь пока Владислав рассказывает И солнышко Как видите Солнышко Выглянуло И все Украсилось Яркие краски Гомер описывает эту историю Батапорт Они сюда вообще заходят А как они заходят Побережка Желтым цветом На карте выделены Естественные Пещеры и пустоты Конечно Тичные двери К сожалению На этом объекте Не сохранившиеся Но мы увидели А для этого Торпеда погружалась В длинный Узкий бассейн Он имел Подсветку дна Но в настоящее время Бассейн выглядит Весьма Это была плава С 50-х 80-х годов Но уже Прошлого столетия И на этих ранее Секретных фотографиях Хорошо видно Насколько развита Была здесь Военная Дельтовая инфраструктура Сколько было Различной техники Подводных Уважаем Проект 613 Самый массовый Проект И его модификация Вот модель Такой Суммарина Дельтовая Сороженная Длина 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 76 метров Ширина Длина 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 Пошли смотреть Самую Секретную Часть Музея Длина Камера Здесь Мордина Ака со стороны Канала Другая Стороны Кадрового Картала Ширю Стены С водовой Части И шифера Обычный Волнистый Шифер Но он Значительно Меняет Акустический Фрон ань Когда объект функционировал, вот этот длинный коридор использовался весьма ХАД-22. ХАД-22, такое подзначение она имела в Советском Союзе, а вот в НАТО ее называли «бурящение». Обратите внимание на них, справа, справа. В этом зале, как правило, работал один расчет, то есть было занято одно рабочее место. И вот к чести офицеров и мичманов, здесь служивших, за все время существования, за 30 лет, на объекте не было ни одной аварийной, ни штатной ситуации. А поэтому говорить о повышенном радиационном фоне нам не приходится. Вот есть центральная витрина правой стороны, вот она посвящена фрагическому событию гибели атомной подводной логики УСК. И сделано это для нас не случайно, когда вы различные вещи в холодниках, вещи, которые были найдены после поднятия опуска с левой стороны витрины, вы сможете прочитать в моде и подсмертных записках. В записке, в основном, здесь идут в программе, вставить рисовать технику для управления родителей на то, что вы делаете модель, и вставить рисовать технику для управления родителей на то, что вы делаете модель. Не все говоришь, что знаешь, но всегда знаешь, что говоришь. И недаром этот основной девиз был начертом здесь, на стенах. Сувенирная лавка. Ну вот, закончилась экскурсия в этот партификационный музей. Мы сейчас идем к автобусу и все, поедем, наверное. А, нет, мы же еще поедем на катерах. Уже одни сели и остальные пошли тоже на катерах. Так, идет посадка. А я здесь. Вперед смотрящего. Ну, все. Задним ходом. Пошли дальше. Вот, какой эскадрой мы целый. Отходим. Солнце нас радует сегодня. Через год застанула у нас крепость, потом еще один. Это у нас генуэцкая крепость видна на горе. Так, выходим в открытое море. Езжай, море, рыба, рыба, рыба. Ну, а что делаешь здесь? Да не бойся. Да не бойся. Стуем без капитана. Сломался, я же говорю. Нас сейчас возьмут на буксир. Потому что наш катер сломался. Потому что наш катер сломался. На буксир возьмете? И оттуда. И оттуда. Ух ты. Она вялит уже, люди? Конечно. Или это хомает в жиле? Да нет, вялится. Там что-то булькает. Ну, вот нас Владислав встречает. Ну, вот мы вернулись. Целый день мы сегодня были на экскурсии. Ну, вот наша экскурсия закончена. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Мы сегодня целый день были с вами на экскурсии. Я много снимал. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего доброго. А я пошел на ужин. Мне приятного аппетита. Субтитры сделал DimaTorzok